Знаете, что с 1 июля запрещено на автовокзале розничная продажа пива? Незнание закона не освобождает от ответственности. В западных странах употребление алкогольной продукции запретили уже давно. Такому положительному примеру решили последовать и в России. С 1 июля реализация пива с содержанием этилового спирта не более 5% в несационарных объектах, не оказывающих услуги общественного питания, запрещается. На федеральном уровне введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 5%. С 23 до 8 часов, за исключением продажи алкогольной продукции организациями, предоставляющими услуги общественного питания. Ужесточается административная ответственность и вводится уголовная ответственность за продажу спиртных напитков несовершеннолетним. Мы являемся надзорным органом, муниципальным по этой части, так как с вчерашнего дня пиво является алкогольным напитком. И проводим проверки. Затем по результатам проверок мы будем направлять информацию в органы прокуратуры и органы полиции, которые будут применять к ним административные штрафы. Долговое дело администрации города на Рашахтинском месте с телевидением. Проверяем исполнение федерального закона по продаже пива после 1 июля. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в детских образовательных медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях, в организациях культуры, на всех видах общественного транспорта, на остановочных пунктах его движения и на автозаправочных станциях, на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах. Запрещается потребление алкогольной продукции в общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения, за исключением потребления алкогольной продукции, приобретенной в организациях, предоставляющих услуги общественного питания. Вы являетесь тоже нарушителем. Остановочный павильон должен особо соблюдать федеральный закон. Отдел потребительского рынка совместно с прокуратурой города Новошахтинска убедительно просит жителей города информировать о случаях нарушения закона о продаже употребления спиртных напитков. Просьба обращаться по телефону горячей линии 2-38-51-2-20-79. Продолжение следует... Продолжение следует...